Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Medical Fitness Psychology, я его ведущий Кравцев Сергей, и мы начинаем! Дорогие друзья, происходит непонимание, происходит непонимание, я снимаю видеоролики и где-то что-то, видимо, не договариваю, где-то вы меня не допонимаете. В общем, хотелось бы сегодня обсудить еще раз, что такой скрытый нарцисс. Смотрите, давайте подумаем, какая главная базовая потребность у нарцисса в принципе. Это как и у истерика, по сути, корень один здесь, такой яркий стержень, это потребность в одобрении. Только истерик, он получает одобрение от масс, от больших, а, соответственно, нарцисс получает одобрение из глубины собственного «я». И от того, что, соответственно, он, как он выглядит по сравнению с другими, то есть он постоянно сравнивается, но по сравнению с индивидом каким-либо. То есть он не сравнивается сразу со всем обществом, с Васей, с Петей, с Колей, которые потенциально где-то существуют. То есть для истероида это вот прям явное, то есть ему нужно вот прям себя просто продемонстрировать, даже не всегда получить одобрение. Для него важно, что его все видели, его как-то оценили, как-то, и он вот на виду весь, да, вся жизнь спектакль, а люди в ней, актеры. Вот, а для, соответственно, нарцисса важно вот я и Петя, кто из нас лучше, значит, и вот эта вот история идет. А если я хуже, то, значит, надо чан говна вылить на Петю, чтобы Петя вонял, а я был лучше на его фоне. Вот, что такое скрытый нарцисс? Скрытый нарцисс это тот, который хочет быть не только лучше Пети, но и хочет очень ярко выраженной зависти, он хочет еще как бы забрать Петю, приобщиться к Пете путем забора его ресурса. И это тот нарцисс, который очень четко осознает свои какие-то патологические наклонности в некоторых моментах. И он боится, очень ярко боится, знаете, такая тревожность у них присутствует. Они боятся продемонстрировать как-то, сдать себя, сдать свои наклонности. И одна девушка, она мне так и сказала, я поэтому притворяюсь такой немножко забитой, серой мышкой, такой удобненькой, потому что я знаю, что люди могут раскрыть меня, ведь я совсем другая. И мне нужно владеть этими мужчинами, этими душами, да. Вот, поэтому здесь, соответственно, они очень любят скрываться. Они очень любят играть какие-либо роли. И можно заметить, что вот такая серая мышка с вами может как-то резко преобразиться и стать очень коммуникабельной. И это такой звонок в колокол, да, что человек из вроде бы среднего такого, знаете, ровного темперамента. Раз и раскрылся, и он уже другой. Как актер, знаете, раз и перевоплотился, а с вами он другой, он вроде такой более общительный и прочее. И если такое резкое перевоплощение произошло, это звонок. И так делают скрытые нарциссы. И, понимаете, скрытый нарцисс, он всегда преследует цель захвата ресурса. Нет такой истории, что он просто, понимаете, вот открытый нарцисс, для него важно немножко сравниться, немножко как бы вот сказать, слушай, ну ты вот, все-таки ты не такой классный, как я. Ну не такой. Ну ты тоже хороший, но я лучше, но если честно, ты говно. А вот это открытый нарцисс, а скрытый он, во-первых, не будет никогда вообще. То есть открытый нарцисс, он может пойти практически ва-банк в открытое сравнение, в какое-то, и даже в открытое несколько унижение, особенно если у него такой подъем, да, такой эмоциональной сферы. А, соответственно, скрытый нарцисс, он так не сделает. Он всегда будет, ну как сказать, вас в чем-то упрекать, но, соответственно, ссылаться на какие-то бытовые вещи. Он никогда не перейдет в открытое наступление, открытую атаку, в открытое сравнение. Он будет даже стараться вас упрекать через какого-то человека. Он попросит или настроит против вас какого-то человека, а сам просто примет третью сторону, то есть сторону по защите этого человека. То есть по факту он будет начальником этого конфликта, подговорит этого человека, допустим, эпилептоида, эпилептоид в открытую начнет вас уже, соответственно, гнобить. А этот нарцисс, когда вы выведите этот коллектив на разговор, да, этот нарцисс, он скажет, да нет, все правильно, эпилептоид прав, как бы, и просто займет вот такую нейтральную позицию, как, ну, эпилептоид прав, ты че, это, тут, как бы, бочку катишь, да, эпилептоид вообще прав, и сиди, мол, и помалкивай. И все, и все остальное, все взятки, гладкие, они на эпилептоид. И если что, он потом скажет, извиниться, скажет, «А-а-а, ну, это вот Петь там, Петь так, он же эпилептоид, он же такой агрессивный, и я что-то подумал, Петь это мне сказал совсем другое, я подумал, что ты не прав, а ты, оказывается, был прав». То есть он вот так вот может кружить и, как бы, ретироваться в случае чего, закрывшись этим эпилептоидом или закрывшись чужой виной. То есть у них всегда вот этот вот разрыв дистанции, вот это вот спрятаться в окопы, если что-то пошло не так, если эпилептоид проиграл, да, поэтому, соответственно, ну, или какой-то другой психотип, то есть они любят подставлять, они любят перестраховываться. Поэтому, соответственно, вот скрытый нарцисс, он интересен именно вот этими фишками. Если вам интересна эта тема, пишите внизу в комментариях, дорогие друзья. Дорогие друзья, с вами был Medical Fitness Psychology. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я жду вас на своих консультациях онлайн, а также в своем инстаграме. Да пребудет с вами здоровье!